Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Асфальтовые заводы заработают на месяц раньше обычного, когда исчезнут ямы на дорогах Новосибирска. Торговцам псевдовакцины от рака займется прокуратура, чем предлагал лечиться доверчивым пациентом доктор Пугачев. На выезде взяли максимум. Хоккейная Сибирь одержала две победы в серии с автомобилистом. Помогут ли домашние стены продолжить удачную серию? Сражались против фашистов, вдохновляя красноармейцев на подвиги. Женщинам, защитницам Отечества посвящена выставка, которую открыли сегодня в историческом парке Новосибирска. В экспозиции оружие и военная форма. На передовой наши соотечественницы не только оказывали помощь раненым, были снайперами, связистами, танкистами и летчиками. К сожалению, мы не знаем точную цифру, сколько женщин принимали участие в боевых действиях, но то, что счет идет на миллионы, это точно, и мы не забываем беспримерный подвиг женщин, которые оставались в тылу. И здесь историки нам некоторые цифры сообщают, только в 41-м году на плечах 19 миллионов женщин Советского Союза осталось то самое хозяйство, которое необходимо было сохранить, эвакуировать. И сегодня же губернатор Андрей Травников по поручению президента России вручил юбилейную медаль 75 лет победы ветерану труда, жительнице Новосибирска Татьяне Либерт. Она родилась в 1923 году в Венгеровском районе. Во время Великой Отечественной отправилась на работу в областной центр. Несколько часов вместе с ровесницами ехала на открытой платформе в город, в вагонах. Мест не было, раненых везли в госпитале. Поезд остановился в Пашино, недалеко от военного завода. А дальше трудовые будни на вредном производстве. Девушка заряжала снаряды тротилом. Я попала в шестой цех, самый вредный, химический. Томовые шашки готовили. 13 цехов. И вот я во всех цехах побыла, все снаряды. Для Катюши. И для всех там заряжались снаряды. И все. Выходили люди. Желтые. Губы черные. Все рыжие. Страшные. Мы все ревели. Что это такое? Глаза шипало. А в горле все горело. К другим темам. Почти 200 километров дорог намерены отремонтировать в этом году в мегаполисе. Средства выделят в рамках программы безопасные и качественные автомобильные дороги. Но в том, что этих денег хватит на устранение всех недочетов, эксперты сомневаются. Все дело в погоде, которая вносит свои коррективы в планы коммунальных служб. Оттепели и похолодание буквально на глазах разрушают асфальт. Когда на городских дорогах исчезнут ямы и стоит ли автомобилистам опасаться весеннего половодия, расскажет Дмитрий Белькевич. Резкие перепады температуры этой зимой привели к существенному сдвигу графиков работы новосибирских дорожников по очистке водопропускных труб на региональных и федеральных трассах. Работы должны были начаться только в марте, а стартовали в середине февраля. К примеру, на Обском участке Новосибирска Автодора 450 подобных объектов, которые предстоит очистить в ближайшее время. А делается это для того, чтобы предотвратить пересечение проезжей части талыми водами. Под толстым слоем снега разглядеть трубы сложно, но работы идут по графику, и значительную часть объектов уже расчистили и подготовили к пропуску талых вод. Убираем снежные отложения. Единственная трудность – это очень много снега в этом году. Практически в два, даже больше, чем в два раза выпало снежных отложений. Единственная трудность. Техника у нас специализированная, как вы видите. Применяются фронтальные погрузчики, применяются самосвалы для вывоза снега при очистке водопропускных труб. Трубы на балансе предприятия. Перед наступлением зимы их прочистили от мусора, в случае трещин в бетоне отремонтировали, а затем закрыли специальными щитами и законсервировали. Всего в Новосибирской области больше 7 тысяч водопропускных труб. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции, посвященные текущему содержанию магистралей. До 24 марта должны быть раскрыты все трубы, поскольку трубы, в которых нет постоянного водотока, на зиму консервируются. Они должны быть расконсервированы, устья к ним должны быть расчищены. Производится уборка снега с дорожного полотна, уборка снега с обочин полностью на откосы. Также дорожники очищают до грунта и лещебни поселковые дороги, делают запасы песко-соляной смеси. Пока лишь 38% дорог региона в нормативном состоянии, и к 2024 году долю таких дорог удастся довести до 46. Сделать больше, по словам Чуманова, мешает систематический недоремонт и недостаток финансирования. В итоге межремонтные сроки превышают нормативные в 5-6 раз. Свои коррективы вносят и погодные условия. К слову, на погоду пеняют и власти мегаполиса. Грунт не промерз, поэтому сейчас мы имеем достаточно сильно обводненное основание дороги. Поскольку основание дороги обводнено, то с этими перескоками через ноль мы имеем на дороге то, что сейчас имеем. Это повышенное содержание ям, выбоин, которые в геометрической прогрессии увеличиваются. Только за последние две недели мэрия получила полторы сотни предписаний об устранении ям на дорогах. Исправить недостатки в срок городские власти не могут. Пока в ямы и выбоины укладывают холодный асфальт. А со второй декады марта, что на месяц раньше обычного, на территории мегаполиса заработают асфальтовые заводы. И к ремонту дорог городские службы приступят в полном объеме. Если денег хватит. Дмитрий Белькевич, Антон Мамаев. Новости ОТС. Медицинская помощь стала доступнее для 700 жителей села Синчанка Новосибирского района. Сегодня там открыли новый ФАП. Вместе с ним в селе появился и новый фельдшер, который до сих пор не может поверить в свою удачу. Почему, расскажем прямо сейчас. В нашем оснащении ФАПа имеется ноутбук с проектором и, соответственно, с экраном. Для того, чтобы проводить сам просвет работы с жителями. Марина Ерохина не может нарадоваться. У нее сейчас есть все необходимое для работы. И даже немножко больше. Фельдшер приехала в Синчанку в январе и сразу начала обустраивать новое хозяйство. Вместе с ключами от ФАПа получила благоустроенную двухкомнатную квартиру. Прямо за стеной от рабочего места. Это вот как, ну, может быть я сплю или что-то я еще не могу это до конца понять. Это же государственная программа. Это государство повернулось, получается, лицом к людям, чтобы качество жизни у людей это, чтобы все это доступнее было. Чтобы они не ехали куда-то там за 3-9 земель, а чтобы это все было рядом. Кстати, многие новые ФАПы в нашем регионе оборудованы жилыми помещениями. Это делают для того, чтобы привлечь в село городских специалистов. Есть мини-канализация, горячая вода, постоянно тепло, не нужно дров, солярки, там, угля и так далее. Поэтому, конечно, это и привлекает. Фельдшер, который здесь будет работать, он работает по программе «Земский фельдшер». В коридоре уже собралась очередь из местных жителей. Признаются, пришли не лечиться, а на экскурсию. Столько мы его ждали, столько мы его ждали. Радости нет предела. Наконец-то мы ждали, что у нас такой красивый ФАП. Теплый, красивый, удобный, современный. Теперь будем приходить даже для того, чтобы не дождь болеть, а просто приходить полюбоваться нашим новым ФАПом. Новый ФАП в Сенчанке построили за год. Именно столько времени прошло с момента подачи заявки до торжественного открытия. В рамках нацпроекта здравоохранения только в 2020-м в области возведут 41 фельдшерско-акушерский пункт. Алина Штоколова, Алексей Зубила, Новости ОТС. Стало известно, какой препарат предлагал своим пациентам предполагаемый мошенник в белом халате. Прокуратура взяла на контроль расследование дела о продаже лекарства от рака. Было установлено, что в городе Новосибирске по улице Зоргия 14, кабинет 309, от имени ликвидированного общества с ограниченной ответственностью «Домашний доктор», а также гражданинам самостоятельно распространялась реклама о продаже лекарства от рака молочной железы и добровольной вакцинации от рака за 50 тысяч рублей. В этом помещении были обнаружены изъяты рекламная продукция, использованные шприцы и также упаковки из-под дорогостоящего лекарства «Ресарк». Подозрительные объявления о вакцинации от рака появились в январе. Журналисты ОТС выдали в эфир разоблачающий сюжет. По результатам прокурорской и полицейской проверок, исполнение законодательства о здравоохранении возбудили уголовное дело. Лжеонкологу Леониду Пугачеву инкриминирует покушение на мошенничество. Сейчас правоохранители разыскивают людей, которые воспользовались услугами продавца вакцины. Если потерпевшие найдутся, статью переквалифицируют на более тяжкую. Пострадавших от действий псевдоврача просят обращаться к дознавателям Кировского отдела полиции. Отличники, спортсмены, активисты. Сегодня лучшие студенты Новосибирской области получили правительственные стипендии. Вы уже, наверное, сами прекрасно поняли, что любой успех – это, прежде всего, труд, который вы совершаете ежедневно, добиваясь маленьких результатов, которые складываются потом в большой результат. А труд – это всегда ответственность, это всегда умение в определенных аппетитах, когда нужно в чем-то себя отказать для того, чтобы сделать то, что нужно сделать именно сейчас для того, чтобы этот успех получить. Именную стипендию правительства устанавливает НАГО. Среди награжденных – студенты различных колледжей региона. Всего больше ста молодых людей. Это будущие медсестры, акушеры, стоматологи, сварщики, слесари и программисты. Чтобы попасть в список лучших, они не только хорошо учатся, но и принимают активное участие в общественной жизни и представляют Новосибирскую область на профессиональных конкурсах и олимпиадах. Таких успехов я достиг тем, что я участвовал на разных соревнованиях – WorldSkills, Обилимпикс. И мои результаты были довольно высокие. По Новосибирску я занял в этом году первое место. В Москве на национальном конкурсе Обилимпикс я занял второе место. Я участвую в компетенции изготовления прототипов. Итоги районного конкурса профессионального мастерства «Педагог года» подвели в Болотнинском районе. Кто стал лучшим учителем и лучшим воспитателем, расскажут мои коллеги. Каждому уроку Алена Врачева готовится тщательно. На вооружении современные технологии, чтобы лучше усваивали материал, готовят презентации. Такой подход к работе помог ей стать лучшим учителем года по итогам районного конкурса. На протяжении этого месяца мы с коллегами обменивались опытом. Я, конечно же, внесла свой опыт, показала педагогам, как я работаю, применяя интерактивное обучение, применяя разнообразные КТ. Они показали мне свой опыт работы. Конечно же, что-то я взяла себе на заметку. Заинтересованность учеников – главный показатель хорошего урока. У Алены Александровны всегда полный класс. Каждую тему преподносит в игровой форме. Алена Александровна объясняет новую тему. Если кто-то не понял, она подходит на перемене и объясняет. Мы проходили новую тему, и я не понимала, как это. Ну, и некоторые тоже. И вот, когда пришла Алена Александровна, день-два, и все, все сразу поняли. Ну, она, мне кажется, лучше объясняет. В течение месяца 10 конкурсантов районного этапа «Педагог года» проводили семинары, круглые столы, открытые уроки. Каждый старался показать свои методы работы. Эксперты наблюдали, делали выводы и ставили оценки. Жюри было сложно определиться, потому что все конкурсанты достойны, как учителя, как воспитатель, ну и, конечно же, наш педагог дополнительного образования. А перед ними сейчас стоят особые испытания перед победителями, потому что буквально в апреле уже учитель года будет проходить областную, и наш конкурсант обязан будет принять участие. А воспитатель в региональном конкурсе будет принимать участие в мае. Педагог дополнительного образования будет принимать участие у нас, ну, осенью. Еще одна номинация – «Воспитатель года». Инна Лазарько из детского сада «Улыбка» решила провести творческий мастер-класс. Вместе с детьми подготовила концерт. Участие в конкурсе «Педагог года» – это страничка моей жизни. И, конечно, здесь опыт с педагогами, с коллегами, с коллективом. Ну, конечно же, хочется сказать что-то большое своему коллективу, потому что он был со мной на протяжении всех конкурсных испытаний, поддерживал меня. Конечно, хочется отметить еще жюри конкурса, которые тоже помогали, которые были вместе с нами. И всем сказать очень огромное и большое спасибо. Впереди у победителей районного этапа областные соревнования среди лучших педагогов и воспитателей. А также уже этим летом они поедут в Крым на международный фестиваль «Великое русское слово». Ирина Шатрова, Сергей Филонов, Новости ОТС. Тем временем в Новосибирской области продолжается голосование за лучшего врача региона. Спасибо, доктор, конкурс народного призвания. Несколько месяцев назад жители выдвигали кандидатуры медиков и в шорт-лист попал врач-онколог Вадим Захаров. О его жизни и работе репортаж Екатерина Стывко. Утро заместителя главного врача областного онкодиспансера Вадима Захарова начинается с реанимации. Обход до начала рабочего дня, чтобы уже на общей планерке дать рекомендации по лечению коллегам. После в хирургическое отделение. Вадим Николаевич берется за самые сложные случаи. На операционном столе мужчина, у которого рак легкого. Будет заключаться в удалении части легкого. Это нижняя доля правого легкого, которая несет опухоль. Поэтому работать мы будем прецизионно, особо точно. Чувствовать, скажем так, на кончике скальпеля, на кончике хирургических ножниц, ткани пациента. Куда поступать после школы? Этот вопрос перед Вадимом Захаровым не стоял. Мама – неонатолог, папа – хирург. Именно отец в начале профессионального пути стал для Вадима Николаевича наставником. Я посвятил именно в нюансы хирургические, буквально до банального, завязать хирургический узел так, чтобы он не развязался. В онкодиспансере Вадим Захаров работает уже 6 лет. Провел сотни операций, внедрил в работу новые технологии. В частности, методы малоинвазивной таракальной хирургии. О том, что пациенты выдвинули его кандидатуру на конкурс, даже не знал. А вот для коллег это не сюрприз. Вадим Николаевич очень эмоциональный человек, такой открытый, очень активно реагирует на больные страдания людей. Больные всегда им говорят спасибо за то, что он им оказывает помощь в самые сложные минуты. Поскольку для каждого нашего больного, который попадает в таким диагнозом наличие доктора, опытного, чуткого, отзывчивого, это самое главное, что он хочет увидеть. Год назад Вадим Николаевич занял пост внештатного главного онколога Новосибирской области. В планах создать в регионе 16 центров амбулаторно-онкологической помощи. Четыре уже открыли. Эти центры будут вмещать в себе специалистов разных уровней. Это будут и неврологи, и гастроэнтерологи, и реанимация, и кардиологи и так далее. И весь спектр эндоскопического оборудования, и КТ, и МРТ. Это позволит тотально комплексно, в самые кратчайшие сроки обследовать онкологического пациента. Народное голосование в конкурсе «Спасибо, доктор!» будет идти до 9 марта. Отдать свой голос можно на сайте Новосибирской областной ассоциации врачей. Екатерина Стывко, Александр Ведерников, Новости ОТС. Война и мир по-сибирски. В залах центра ЦК-19 открылась выставка участников Творческого союза художников из нескольких регионов страны. Чтобы попасть на нее, нужно было пройти конкурсный отбор. Всего было представлено около 300 работ. В сожалению, из-за того, что в этом году всего лишь первый этаж и площади ограничены, вошло где-то порядка 30%. Но существует договор филармонии с нашим концертным залом имени Арнольда Каца и Домом ученых, где работы, которые не выставлены, и часть этой выставки будут выставлены там. Поэтому я даю торжественное обещание тем людям, которые везли через сотни-сотни тысяч километров сюда работать, они будут в экспозицию. Подобные сборные выставки Творческий союз художников проводят регулярно. В этом году экспозиция посвящена юбилею Победы. Главные условия авторы должны представить скульптуру, живописную или графическую работу, сделанную в последние полтора года. Исключение – картины уже ушедшего из жизни мастера Василия Кирьянова. Кроме них в ЦК-19 работа еще одного художника-фронтовика Вениамина Чебанова. При этом Великой Отечественной посвящена лишь часть экспозиции. Современные авторы размышляют и об Афгане, и о конфликтах, происходящих на территории африканского континента. Сразу было условие, и я его озвучивал, и председатель, что специально на тему войны работы не делать. Это должно идти с души естественным путем. А так как все-таки это праздник, то есть просто художники должны своими работами пригонять участие в этом празднике и просто своим творчеством почтить память тех, кто погиб, ради того, чтобы у нас это творчество было. Дисквалификация Шарова вынудила тренерский штаб Сибири вновь менять сочетание звеньев. В первую тройку полностью составили Финны, во второй к Союзтову и Миловзорову присоединился Шашков. Ротация коснулась и оборонительной линии. Демидова и Алексеева заменили Тимашов с Пигановичем. К сожалению, опытный защитник отыграл совсем немного. Получив повреждения, уже в середине первого периода Олег покинул лед и больше на площадку в этом сезоне не вернется. Сибирь перешла на игру в шесть защитников, но зачастую обороняться приходилось всей пятеркой. Мы понимали, что после поражения первой игры автомобилист добавит в движение. Так и получилось. Нам очень тяжело приходилось выбираться из своей зоны. Много играли в обороне, в позиционной обороне. Очень много моментов создавал автомобилист. Харин нас сегодня, как всегда, вытащил, выручил в нужные моменты. Сятерий, оформив сухарь в первом матче, держал новосибирцев в игре и во втором. А Коварш сумел сохранить ворота в неприкосновенности после нескольких разящих контратак Сибири. После первого периода уже было понятно, что, может, голов не будет. Мы изначально взяли такую оборонительную тактику стараться строже играть в своей зоне, не пускать на пятак. И отсюда меньше атаковали. Ну и получается, соответственно, минимизированное количество голов. Матч не просто получился малорезультативным, но в основное время стал и вовсе безголевым. Сибирь упустила свой первый шанс в овертайме, но затем усилиями в финской тройке сумела вырвать тяжелейшую победу. Не склеилась атака. Дотянулся до шайбы. Пелтала. И гол Рохама. 2-0 в Сирии, в которой именно хозяева выглядели фаворитом на бумаге. Ценнее всего, что новосибирцы пока не пропускают, оставляя на сухом пайке звездную атаку автомобилиста уже больше двух часов. Сибирь ведет игру, но расслабляться пока рано. С каждым матчем соперник становится все опаснее. Ребят, еще один тяжелый такой шаг, да? Еще тяжелее. Вот так даются, ребят, победы. Олег Молодчик, за тебя парни тоже вышли. Били. Красавцы. Теперь команды переезжают в Новосибирск. Матчи на ЛДС Сибирь пройдут с 6 и 8 марта. Эти поединки, как обычно, в прямом эфире покажет телеканал ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»